Добрый день! Тема сегодняшней лекции – утилизация и ликвидация твердых промышленных бытовых отходов. Основным направлением ликвидации твердых промышленных отходов является хоронение их на полигонах, сжигание. В основном используют метод пиролиза, а также складирование в каких-то поверхностных хранилищах. Это хвостных хранилищ, шлама, накопители и другие. Токсичный твердый промышленный отход обезвреживают на специальных полигонах-сооружениях. Для предотвращения загрязнения почв подземных вод отходы подвергаются отверстию цементным жидким стеклом, какими-то вяжущими средствами. Полигоны запрещено размещать в сильно заболоченных местах, на территориях зеленых зон городов, зонах санитарной охраны курортов, зоне питания подземных источников питьевой воды, селевых потоков, снежных лавин и так далее. Практически все виды твердых промышленных отходов являются ценным сырьем и могут быть повторно использованы в различных целях. Проблема твердых отходов характерна для любого промышленного объекта – горнодобывающего комбината, стройиндустрии, любого населенного пункта. Эта проблема обычно состоит в особо крупных городах. Состав твердых отходов определяется примерно таким составом, как твердые бытовые отходы и промышленные отходы. В свою очередь твердые бытовые отходы, содержание бумаги, картон, пищевые отходы, дерево, текстиль, металлы, уголь, шлак, камни и прочее. Промышленным отходом здесь идут древесные отходы, шлак, зола, шлама, мусор, бумага, картон и так далее. Обработка и утилизация отходов сводится в основном к мусоропереработке, к мусоросжиганию, захоронению на специальных отведенных местах полигонах. Важнейшим этапом переработки является сортировка отходов. Сюда же можно включить мусор. Сортировка должна обеспечить выделение металлических отходов, стекла, бумаги, картона, резины, древесины и так далее. Вообще эффективным является сортировка на ранней стадии. Но это используется в основном в развитых странах. Механические способы позволяют проводить просеивание, измельчение, прессование сортированных отходов. Захоронение в специально отведенных местах полигонах имеет целый ряд особенностей, которые предусмотрены всевозможными гостами, нормативно-правовыми актами, документами. Проблема промышленной переработки твердых бытовых отходов состоит в том, что этот вид отходов имеет сложный морфологический состав. Наиболее рациональным решением этой проблемы могла бы быть организация селективного сбора. Грубая предварительная сортировка перед их шагами или компостированием. Критерием определения целесообразности переработки отходов в местах и образовании является количество и степень использования отходов в производстве. Основными направлениями ликвидации переработки твердых промышленных отходов являются вывод, захоронение на полигонах, шагания и так далее. Твердые бытовые отходы мы все знаем, что это отходы ненужных материалов, изделий, которые накапливаются в быту и учреждениях, мусор, отбросы, пищевые отходы, макулатура и так далее. Главной проблемой переработки твердых бытовых отходов является их несортированность, высокая влажность, низкая теплотворность и невозможность обретения экологически безопасной технологии. Складирование на полигонах Существует два основных метода переработки ТБУ. Это механико-биологические методы и термические методы. Механико-биологическим относится компостирование отходов, сортировка отходов по предприятиям и переработки вторичных материалов. К термическим относится сжигание отходов, пиролиз, газификация отходов и другие.